МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Нью-ТВ вечерний выпуск новостей в студии Руслан Харизов и главные темы уходящего дня. Получить солидный пост. Для чего нужен национальный резерв кадров, если на должности назначают в обход правилам? У нас кадровая служба страдает вообще на обе ноги. В Кыргызстане увеличивается число больных альвиакокозом. Простыми словами, крайне тяжелым поражением печени. Но трансплантацию у нас не делают. В технике нет соответствующей аппаратуры. Аппаратуры требуется много. Наши хирурги неоднократно об этом говорили. В Бишкеке прошел очередной турнир по боям без правил среди начинающих спортсменов в этом виде единоборств. Ой, сегодняшний очень будет красивый бой, зрелищный, потому что парт-карт так создан, там и такие аджбай, такие бойцы, очень мельтые бойцы сегодня выступают на этой арене. Генеральная прокуратура выяснила, что на школьные учебники с ошибками и опечатками Министерство образования потратило более 32 миллионов сомов грантовых и кредитных денег Всемирного банка. По итогам проверки Миноборнауки и издательства подозревают в злоупотреблении должностным положением и мошенничестве. В прошлом году журналисты выпустили серию материалов про школьные учебники с ошибками, например, учебник по географии для шестого класса и по естествознанию для пятых классов. Генпрокуратура выяснила, что на выпуск этих книг ведомство потратило более 32 миллионов сомов, полученных в качестве гранта и кредита от Всемирного банка. На данный момент проверки продолжаются. Не соблюдаются региональный баланс, назначаются на должности вне конкурса. Национальный резерв кадров вовсе не для назначения, а для галочки. В общем, нарушается закон при принятии на работу и все это про кадровую политику страны. Такие нарушения встречаются почти во всех государственных структурах. Частые жалобы на Минздрав, где на работу нарушив все законы, принимаются совсем не резервные сотрудники. Каков порядок назначения помощников, консультантов, чиновников – тоже открытый вопрос для кыргызстанцев. Какие явные ошибки допускаются в кадровых вопросах и мнении экспертов – в следующем материале. На протяжении долгих лет руководители министерств критикуют заведенную кадровую политику своей отрасли. Не секрет, что частые нарушения встречаются в самой сложной и ответственной сфере страны – здравоохранении. Кадровая политика ведется не по закону, уверены в общественном совете Минздрава. У нас кадровая служба страдает вообще на обе ноги. Мы хотим сейчас заняться этим вопросом по работе с резервом руководящих кадров. Каждая организация здравоохранения готовит свой резерв, согласовывает с местной администрацией и подает вместе с отчетом. Но почти нет такого, чтобы назначали из этого резерва. Назначают там совсем по другим признакам – то кумовство, родственники, друзья, очень приближенные люди. То есть нет работы с резервом. Поэтому сама госкадровая служба нарушает закон. Этот вопрос недавно был поднят и в Джолурху Кенеши. Были выявлены ряд нарушений, противоречащих закону. Начальников отдела принимают на работу вне конкурса, и он вовсе не из резерва. С такими доводами обращались депутаты к главному лекарю страны. Однако, как выяснилось, закон позволяет принимать вне конкурса, если тот переведен из аппарата правительства, как и вышло с этим назначением. Экспертов такой расклад вовсе не устраивает. И по их мнению, порядок назначения советников, также помощников и консультантов или других должностей вне конкурса – это очередной выход для высокопоставленных чиновников успешно привести на вакантные позиции своих приближенных. Нет вот такого четкого полномочия. Почему? Потому что министр приходит и сразу же говорит, мне нужен вот этот кадр. Его ты должен провести через конкурс. Ну и конкурс длится, постоянно меняется, пока вот этот кадр не пройдет. И бывают случаи, когда вот эти победившие кадры три раза побеждают вот эти конкурсы, но их не назначают. Потому что министр не хочет этого человека, он хочет, чтобы свой самый критиковый министерство – это министерство культуры и сам министр. Даже не может назначить нормально кадры, принять четкую политику по кадрам. Даже в самой госкадровой службе отрицать этого никто не спешит и открыто принимают то, что зачастую на вакантные должности не назначаются подготовленные или же обученные люди. Кстати, сейчас в национальный резерв кадров входят 33 человека, 21 на высшей должности, на главные же 12. Как только появляется вакансия, кандидаты из этой базы должны быть приоритетом перед другими. Ключевая фраза «здесь должны быть», а не таковыми являются. После жесткого отбора я могу сказать, что осталось вот столько человек. Но три из них назначены на высшие главные должности. Выбили, они, получается, выбили из состава НРК. Два человека вошли в состав НРК, так как были рекомендованы на должности статс-секретарей, но по каким-то причинам не были назначены. Я в какой-то мере согласна, что, наверное, на резерв кадров руководители государственных органов, наверное, не очень обращают внимание. Надо какую-то политику в этом направлении развивать, чтобы в дальнейшем сделали акцент именно на резервистов. Потому что НРК – это не просто кадры с улицы, а все-таки подготовленные, обученные кадры. Известно, что в НРК попадают состоявшиеся управленцы с большим опытом работы, однако во многих случаях, как принято сейчас говорить, решают все связи. И даже в НРК пройти не каждому удается. Однако в этом вопросе мнения экспертов тоже разнятся. На должности вполне можно назначить и без конкурсного отбора, если руководитель уверен в его профессионализме и порядочности. Главное, чтобы караван, так скажем, не останавливался. Известно, что конкурс не проводится при назначении на политические должности, на которых чиновник ответственен за политику государства или какой-либо его отрасли, пояснили в госкадровой службе. Кандидатов на эти посты назначает уже президент или премьер-министр, или же избирает народ – это министр, заместители министров, директора госпредприятий. На прочие же должности от рядовых сотрудников до статсекретарей всегда проводится конкурс. Министр иностранных дел Чингис Айдарбеков на встрече с президентом Суренбаем Джейнбековым сделал доклад по подготовке Министерства к госвизиту президента России Владимира Путина в марте и государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, доложено о ходе подготовки к очередному заседанию ШОС в июне. Отмечается, что также глава Кыргызстана и министр обсудили вопросы по предстоящим мероприятиям двустороннего и многостороннего форматов, а также актуальные планы и задачи, стоящие перед внешнеполитическим ведомством страны. В Кыргызстане увеличивается число больных Альвиакакузом, простыми словами, крайне тяжелым поражением печени. Для его лечения необходимы не только огромные деньги, но и квалифицированные врачи, а также медаппаратура при оперировании пациента. Однако операция по пересадке печени в нашей стране не проводится, когда, как в других соседних странах, включая Узбекистан, Таджикистан, успешно трансплантируют не только печень. Почему Кыргызстан до сих пор не готов к трансплантации, узнавала наш корреспондент Аида Матбекова. Кыргызстан В нашей стране помогает лишь на время. Теперь брат Элемана решил пожертвовать своей печенью, ради того, чтобы Элеман смог полноценно продолжить свою жизнь. Мы собираемся пересадить печень в Индии. Сейчас идем за визами. Для операции и перелета туда и обратно понадобится около 35 тысяч долларов. Собрали, как говорится, с миру по нитке. Донором будет мой второй сын. Надеемся, что все пройдет успешно. Все начинается от того, что в организм человека попадает личинка альвеококока. С кровотоком заносится в печень, где почти всегда и задерживается. Первичный альвеококос других органов встречается крайне редко. В печени личинка трансформируется в пузырек диаметром 2 или 4 миллиметра, пожирает орган. Печень становится все меньше и меньше. Никакие препараты не помогут ее остановить. Только при пересадке печени болезнь прекращается. Болеют в основном люди, которые имеют связь со скотоводством, которые держат крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Вот обычно они болеют. Протекает заболевание тяжело. Да, и техники. Нет соответствующей аппаратуры. Аппаратуры требуется много. Наши хирурги неоднократно об этом говорили. Там нужна специальная лаборатория генетическая, которая будет подбирать донора. В Кыргызстане эту хирургическую процедуру не делают, так как нет соответствующей аппаратуры и специалистов, которые могли бы наблюдать за больным от и до. Однако операция по пересадке печени в нашей стране была. Ее сделала бригада из нескольких врачей еще в 2014 году. Только пациент прожил после хирургического вмешательства 20 дней. По словам Кончбека Абирова, главы хирургического отделения клинической больницы при правительстве, который также был участником этой бригады, условия для пересадки найти в Кыргызстане можно. Однако есть множество препятствий. У них было только 2000 долларов. Это для трансплантации. Мы собрали клиникой, все обеспечили, все сделали бесплатно и мы помогали. Но несмотря до того, в этот момент у нас родственники пишут, что мы 8000 долларов взяли, это взяли, то взяли. То есть у нас возможность трансплантации здесь. А почему мы снова не пробуем? У нас чуть не посадили. Якобы мы столько денег взяли. И есть у нас этот человеческий фактор. Наверное, и в этой медицине тоже есть, что они хотят, чтобы кто-то сделал. В целом, самую крупную пищеварительную железу, вырабатывающую желчь, трансплантируют не только при альвеококозе, но и при циррозе печени. А цирроз также является одной из часто встречающихся болезней в стране. Поэтому вывод один. Вместо того, чтобы ездить в зарубежные страны, как Индия или же Турция, и тратить при этом огромные деньги, правительству необходимо немного напряться и поддержать врачей и хирургов, считают медики. Однако, будет ли правительство хоть как-то содействовать нашим гражданам и врачам, вопрос пока открытый. Айдам Адбекова, Калсакибаев, Нью-ТВ. Завтрашнего дня в стране запускается проект «Безопасный город», по которому камеры будут фиксировать нарушения на дорогах. При несоблюдении ПДД владельцы авто будут получать извещение на уплату штрафа. Материалы будет рассылать Кыргызпочтасы. Кроме того, водители смогут самостоятельно проверить факт наложения на них штрафа на сайте igov.kyg. Этот же портал доступен по ссылке услуги.gov.kyg. Реализация «Безопасного города» разделена на четыре этапа. Завтра запускается первая фаза, в рамках которой камеры установлены на десяти перекрестках столицы. Бесконечная проблема дорог в Кыргызстане, о которой можно говорить постоянно. В этот раз на безобразное состояние автомобильных трасс жалуются жители села Кызылсу, Джалабадской области. Для того, чтобы добраться до Джалабада, им необходимо преодолеть массу преград, как на авто, так и верхом на лошадях. Зимой же приехать в город является и вовсе чем-то непостижимым. Обо всем подробнее далее. Аман Зулпухаров – житель села Кызылсу, Джалабадской области. По его словам, в город приезжает только тогда, когда это крайне необходимо. В этот раз он спешит в Джалабад для того, чтобы купить уголь, так как в доме его практически не осталось. Как видите, топим дом дровами. Не могу съездить в город за углем. Если бы открыли дорогу, то ездили бы в Джалабад на автобусе без проблем. В тот раз за продуктами съездил на осле. Село Кызылсу находится от Джалабада в 80 километрах. Для того, чтобы попасть в село, люди проделывают тернистый путь. Сначала добираются на машине до села Халмык-Кырчин, а дальше из-за отсутствия дороги добираются на лошадях в течение двух часов. Хоть бы теперь нас один депутат выслушал. Нас и так мало. Вроде столько депутатов сидят, а проблемы решить не могут. Кстати говоря, об общественном транспорте из села в город то он есть. Только ездит он лишь раз в день. По словам сельчан, если бы построили хорошие дороги, то решились бы многие проблемы деревни. «Дорога – наша основная проблема. Дети ходят в школу, постоянно думаем, как добрался мой ребёнок. Нашу дорогу нужно ремонтировать каждый год, потому что ежегодно у нас оползни, дороги рушатся». В мэрии Джалабада не согласились с мнением сельчан. Городские власти уверили, что внимание этому селу уделяется, а также пообещали, что в этом году примут все усилия для разрешения их главной проблемы. «В прошлом году мы открыли им дорогу. Мы поможем им в том случае, когда депутаты Гуркинеша утвердят бюджет». Отметим, что село Козылсу относится к городу Джалабад ещё с 80-х годов прошлого столетия. Если бы власть отремонтировали хотя бы 500 метров дорог, то проблем у сельчан было бы намного меньше. Села Таласской области Таласского района на пути развития. Этому подтверждение проведённые работы в прошлом году в год развития регионов. Так, здесь местные власти ремонтируют школы, детские сады, ну и, конечно, не забывают про инфраструктуру. К примеру, в одном селе были посажены саженцы на 635 миллионов сомов. В аэльном округе Кууганды Таласского района Таласской области в прошлом году развития регионов было проведено множество работ. Я был избран в начале 2017 года. Тогда я сделал себе стратегический план развития села, который был рассчитан на три года. Однако в прошлом году мы работали сверхурочно. К примеру, если в стратплане были отмечены 11 мероприятий, мы провели 23. Хочется именно выделить, что мы отремонтировали местный дом культуры, который не подвергался каким-либо ремонтным работам более 13 лет. Для озеленения села, где проживают 3102 человека, в прошлом году на один гектар земли высадили саженцы на 635 миллионов сомов. Также мы создали парк молодежи. Там мы посадили более 600 различных деревьев. Помимо этого, в рамках другого проекта мы посадили на 5 гектарах земли абрикосовые деревья. Для полной реализации со стороны МЧС было выделено ограждение. Помимо этого, местная школа, которая находилась в плачевном состоянии, была полностью отремонтирована и сдана в эксплуатацию под детский садик на 120 детей. И уже с наступлением весны этого года он заработает. Помимо этого, в образовательной сфере прошли множество хороших изменений. Также мы провели интернет в село. Правда, с помощью специального фонда развития. Все это было сделано из-за того, что в нашем селе были проблемы и даже с мобильным интернетом. Местная молодежь интересуется спортом. Ребята – неоднократные чемпионы в своей области. И уже с прошлого года для них были созданы все необходимые условия. Также села Талдыбулак и Аккургон Аильного округа Восмокулов относятся к Таласскому району. Население двухместностей созавляет 4036 человек. В среднюю школу имени Туйгунова мы выделили из бюджета около 400 тысяч сомов. Все эти средства были направлены на ремонт спортзала и ремонт крыши. В прошлом году в одном из сел округа были обновлены окна детского сада. В школах были установлены камеры видеонаблюдения. У нас есть садик, рассчитанный более чем на 100 человек. Туда мы установили пластиковые окна. Помимо этого установили камеры. Они теперь установлены в двух школах и трех детских садиках. Аильный округ имени Усмокулова расположен в 2050 метрах над уровнем моря и считается одним из высокогорных сел. Здесь местные жители заняты в основном скотоводством. Из-за суровых холодов сельчане могут выращивать лишь картофель и ячмень. До станка сканав Айсаратэдналыказа, Алтымбек, Кубанаджбеков, Нью-ТВ, Талаская область. Продать дворец порта имени Куджамкула предложил депутат Кубанаджбек Нурматов на прошедшем заседании парламентской фракции Кыргызстан. Его коллега, лидер фракции Алмазбек Батырбеков придерживается такого же мнения. В свою очередь, директор дворца спорта Канад Шабданбаев заявил, что продажа веренного ему учреждения – это приватизация государственных объектов. На его взгляд, это является нарушением закона. По его словам, дворец спорта – это единственный объект, в котором проводят культурно-спортивные мероприятия с местимостью в 3000 человек. В ответ на претензии депутатов он заметил, что на ремонт здания не выделяются средства из бюджета. В Бишкеке прошел очередной турнир по боям без правил среди начинающих спортсменов в этом виде единоборств. В октагоне бились представители всех регионов страны, а также были спортсмены из Узбекистана и Казахстана. Схватки прошли довольно зрелищно, а теперь турнир под эгидой ВФ пройдет в апреле. Кстати, самые яркие бойцы могут попасть в высший дивизион промоушена, однако там уровень и требования намного выше. Турнир начнется с минуты на минуту, зрители заняли свои места, судейская бригада вместе с медицинским персоналом также на готове. Можно начинать. На сегодня здесь запланировано более 20 боев. В главном поединке спортсмены разыграют вакантный пояс чемпионов ВФ Про Файтинг. Сегодня около 20 боев, из них половина рейтинговых боев и половина основных боев. Конечно, 57 килограмм разыгрывается титульный пояс, где Анар Баилл Бостон будет. Тут оба бойцы являются претендентами, пояс вакантный, открытый. Так что скоро увидим, кто его выиграет. К слову, спортсмены сразились в 10 весовых категориях, большинство из которых добирали. Вес зарегистрированы, однако были и те бойцы, которые превышали категорию. За это снимались баллы. Судейство на турнире подошло международное, из Кыргызстана и Зубикистана. На организации, сказалось бы, на высшем уровне. Всегда встречаем госей, это в первую очередь. И весам, конечно же, сочетаем их, по нормам веса. Это с организацией, ну, как бы сказать, классно все. Ой, сегодняшние очень будут красивые бои, зрелищные, потому что фалькар так создан, там и такие Аджбаев, такие бойцы, очень именитые бойцы сегодня выступают на этой арене. Могу сказать, просто класс будет. Бум. Стоит отметить, за боем прибыли наблюдать и высокопоставленные чиновники, многие из которых даже выходили на ринг вручать призы и грамоты спортсменам после боев. Как рассказал президент Сибирной Федерации ВЭФ Руслан Кадермышев, на сегодняшний день этот вид спорта начал развиваться по всему миру. И в этом плане рейтинг кыргызстанских бойцов и федерации также взлетели на 30-е место в мире. В 2018 году мы провели 28 таких международных турниров. Провели, как было сказано, не только в Кыргызстане, но и за ее пределами. И, конечно же, могу сказать, что 2018 год именно для нашей федерации был очень успешным, потому что с 28 турниров, которые мы провели, бились очень топовые бойцы. Бились. Мы провели совместный турнир с японской организацией. Кстати, они сегодня здесь, повторно приехали. И мы будем обсуждать тот турнир, который мы хотим провести совместно в Токио в мае этого года. Я так думаю. Стоит отметить, подобный турнир под эгидой ВЭФ проходит 70-й раз. И уже в апреле бойцы снова сойдутся. Соревнования приходили в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе. Также среди зрителей можно было заметить и знаменитостей в сфере ММА, которые поддерживали своих соотечественников или же просто пришли за порцией хороших боев. До Сангас-Канавтышны Кульбаев, Нью-ТВ. И на этом у нас сегодня все. С вами был Руслан Харизов. Увидимся завтра. Сангас-Канавтышны Кульбаев Сангас-Канавтышны Кульбаев